Что касается наркомании, то это страшный недуг, страшная болезнь, а с точки зрения православного учения это еще и страсть, то есть болезненная зависимость от чего-то постороннего, что отравляет твою жизнь, что делает тебя рабом. И страсть в переводе со славянского означает страдание, потому что человек сам испытывает мучение. Он бы хотел избавиться, но уже не может, не имеет своих сил. Только Господь может ему помочь, если он по-настоящему захочет. Но в отличие от других страстей, как мы знаем, что есть гнев, зависть и так далее, другие страсти, наркомания еще более тяжелая, потому что она уже связана с переступанием некоторых естественных границ, то есть уже с вкушением чего-то такого, очевидно, запретного, и поэтому уже нарушением какого-то важного божьего порядка. Потому что понятно, что все мы, конечно, там и осуждаем, и завидуем в той или иной степени, с этим боремся, а здесь это все-таки уже более тяжелый такой поступок, на который человек сознательно идет, нарушение уже естественных законов. Конечно, наркомания тоже бывает разная. Одно дело там кокаин, другое дело героин. Одно дело человек курит или нюхает, и другое дело, если он колется. Это уже совершенно разные уровни зависимости. И, конечно, выход из этих зависимостей становится уже гораздо сложнее, чем дальше человек скатывается. Но здесь мы же знаем, что опасность именно в этом поступательном движении, когда человек по наклону уже не может себя контролировать. Здесь, конечно, уже не только вступают в силу какие-то физические законы в зависимости от химического какого-то вещества, но и закон духовного мира. Человек становится зависимым от демонических сил, которые в этом активно участвуют. Особенно в наркотиках это прям присутствует самым ясным образом. То есть даже, например, известно, что когда человек хочет, скажем, слезть с иглы, хочет прекратить, вдруг все его дружки по этой части, они делают все, чтобы его не отпустить. Ну что, казалось бы, ну какое тебе дело? Ну человек хочет сбежать, вы же все хотите так или иначе от этого избавиться. Нет, они сделают все, чтобы его не допустить до этого. Это очевидный признак такого демонического уровня присутствия в этом деле. Поэтому реабилитация таких людей, конечно, является очень сложным делом, но не безнадежным. Мы знаем множество примеров, особенно если человек осознает, что это как духовную болезнь и начинает не только какие-то внешние лекарства использовать, которые врачи ему советуют и способы, но и духовные лекарства. В первую очередь молитва, покаяние. В этом глубокое покаяние в том, что он совершил, приступил заповедь Божию и участие в таинствах. Ну и, конечно, как мы знаем, наркоману очень важно оградить от его общения, то есть создать ему некоторую среду, где бы у него даже не было физические возможности встречаться со своими друзьями, оказываться в привычной обстановке, которая его будет понуждать к привычным этим действиям. Да, эти уже руки, они сами собой тянутся уже против воли. Самое страшное здесь, что человек теряет свою волю, свою свободу, которую Бог ему даровал, и становится рабом, рабом дьяволу, рабом вот этой страшной привычки. То же самое можно сказать и про алкоголизм, просто это, может быть, менее стремительно развивающаяся страсть и, скажем, в каких-то случаях может более легко протекать, но природа та же самая. Природа страсти – это демоническая, то есть это зависимость от темных сил, с которыми человек не может сам собой совладать, да, и он становится игрушкой. В самых уже тяжелых случаях мы знаем, это белая горячка, да, когда уже просто видение, да, уже вот этих темных сил уже открытые становится у человека, он способен на убийство, на любые страшные преступления. Поэтому вот важно увидеть в этой болезни, в этой страсти вот эту двойную составляющую, что это и физическая, и духовная болезнь. До 2000 года я была врачом-акушером-гинекологом в Дальнемосточном Приморском краевом диагностическом центре. Переехав в город Курск по семейным обстоятельствам, я пошла за благословением к владыке Ювеналию для устройства на работу. Владыка Ювеналий, послушав меня, сказал, что гинекологом мне не надо быть, а хорошо бы поспециализироваться на врача-нарколога. Я послушала владыку без споров и пошла в мединститут на специализацию по профессии психиатр-нарколог. Получив диплом, я немножко начала сомневаться, придя в областную наркологическую больницу, и, смотря на это, решила еще поехать в монастырь к Архимандриту Ипполиту. Когда я приехала в монастырь, увидела множество людей, страждущих алкоголизмом, наркоманией, весь двор был заполнен этими людьми. И я думала, видя, как Архимандрит Ипполит занимался с любовью к каждым из этих человеков, мне казалось, что мне это вообще невозможно. И решила обязательно спросить благословения у старца Ипполита. На что он мне также, как и владыка Ивеналий, сказал, что это дело мне от Бога. Указом владыки Ивеналия была назначена еще одновременно в душепопедический центр врачом-наркологом Курской епархии. И пациентов было и по епархии много, которые приходили на консультацию по больнице, но результата все медленно-медленно двигалась. И не видела я, как это было в акушерстве, когда вот здесь родился, и видишь живого прекрасного ребенка. А здесь люди, которых тебе жаль, но помочь им порой совершенно никак не можешь, потому что нет их собственного желания на изменение своей жизни. А без этого желания в работе нарколога практически ничего нельзя сделать. Только можно в стадии, когда идет острое отравление, провести реанимационные мероприятия оживления тела человеческого. А дальнейший путь реабилитации, ресоциализации молодого человека оказывался, не происходил. И до сих пор как бы много трудностей, препятствий, но теперь, пройдя 15 лет, я все же понимаю, в общей церковной системе, которая разработана патриархией, есть место и возможности, в которой не только я, но и много других соратников, сработников, духовных старцев, которые помогают пройти этот путь. Мой путь называется православная психотерапия зависимого поведения, православный подход. В работе с моими пациентами я вижу их как образ Божий, который меня не раздражает тем, что вот кто-то мог бы быть чистым или умным, или красивым. Я в каждом этом человеке вижу этот образ и верю в то, что Господь всесилен сделать, если только этот человек, чуть-чуточку, как и я в своей жизни, молюсь каждый день, прошу Бога, и вижу то, как он управляет моей жизнью. Он может управлять и жизнью этих людей. Поэтому я не отступаю в уверенности, потому что именно это необходимо в судьбе каждого из этих людей, которые приходят ко мне, найти, помимо лечения физического тела, которого они бы хотели освободиться от этой проблемы, найти самое главное и большое, и ценное, что заполнило бы радостью душу человека, это общение с Богом каждую минуту своей жизни, не привлекая к своей жизни химические вещества или что-либо другое из зависимости, а радуясь, находя не в удовольствиях, а в радости. Алкоголизм и наркомания – это био, психо, физио, социо, духовное заболевание. Учитывая, что этот комплекс затрагивает всю личность человека, решить на одном каком-то этапе лечения, больничный этап или церковный этап, мы понимаем, что это невозможно. Поэтому на уровне нашей патриархии разработана методология работы с данными страждущими и их родственниками. На сегодняшний день мы имеем достаточно хорошую систему по всей стране. Благодаря работе Синаидального отдела патриархии по социальной благотворительности и помощи, разработавшей методологию и образовавшей из разных центров, которые организованы, им оказывалось содействие, материальная помощь, духовная помощь, методы подавались на каждый тот реабилитационный центр, который сегодня организован по всей стране. И в результате того, что есть база данных в компьютере, можно человеку теперь связаться с любым центром и за короткий промежуток времени принять для себя решение и отправиться на реабилитацию. Высокая организация и комплексный подход помогает решать сегодня эту проблему. Я много лет зависим наркотически. Сначала выпивал, потом начал наркотики употреблять. Из-за того, что они просто получали от них эйфалии, и все. Менялся мило, розовый цвет. С Марией Аркадьевной Зайцевой познакомилась, меня познакомила моя родная тетя, крестная тетя. Говорит, вот послушать человека, он психолог, доктор, наркозависимый. Говорит, вот может помочь. И к Марине Аркадьевне я вот приезжаю, она мне звонит, она мне помогает. Ну, помогает даже теми же беседами, направляет куда-нибудь в монастырь. Ну, я все время отхожу, отхожу в сторону, ну, сам знаю, ну, знаю, не кривя душой, знаю, что, да, Господь есть, и только от Него можно вот избавиться от всех пагубных привычек и от зависимости. Бога верил там, ну, как и крещеный, ну, ко мне вера пришла, это, наверное, где-то лет в 30 только. Я вот прочитал первый раз Библию, ну, и находясь в тюрьме, и начал осмыслять вообще просто свой образ жизни, к чему вообще и зачем я здесь. Ну, и понял, что вот, кроме Бога, больше никого нет. Любовь, Бог, Бог, Любовь, все. Ну, на данный момент я прихожай от храма веры, надежды, любви, мать их, Софии. Ухожу в храм у себя при, где я живу, там, ну, хожу в храм, помогаю, там, то, снег убрать, ну, какие-то там такие вот работы. Там есть еще вот часовня, где вот я вот... Неупиваемая чаша. Неупиваемая чаша, да, где я впервые столкнулся с Господом, где почувствовал, да, вот, что внутри себя его. Там есть вот бабулечка, которая вот там сидит в часовне. Вот я с ней дружу, с Анной Яковлевой. Вот она мне помогает, там, что нужно сделать, как нужно сделать. Такой Божий человечек. Наша больница более 10 лет взаимодействует с православной церковью. Сформировался определенный опыт работы, заключающийся поэтапным лечения и реабилитации больных, страдающих наркотической зависимостью. На первом этапе пациенты проходят курс медицинской реабилитации в стационарных условиях и амбулаторно с последующей ориентацией этих лиц на хону реабилитацию. Взаимодействие с Русской Православной Церковью приносит желаемые результаты, позволяющие людям найти себя в этой жизни, самоутвердиться и самое главное в дальнейшем вести здоровый образ жизни. Господь для нас является такой движущей силой, вдохновением нашим. То есть там, где грех не дает нам сдвинуться дальше просто доброй мысли, чтобы наши мысли не дошли до действий, до осуществления в жизни, грех всячески этому препятствует. Вот благодать Божья нам дана как раз для того, чтобы преодолеть вот эту вот-вот сдерживающую, тормозящую нас в жизни силу греха, некую инерцию, некое такое притяжение, можно так сказать, да, ну это обычно как бы из уроков физики еще со школы, да, чтобы какой-то предмет сдвинуть, нужно на него оказать ровно столько силы, столько энергии на этот предмет, ровно столько, сколько нужно, чтобы этот предмет преодолел именно силу трения о землю, чтобы его сдвинуть. Поэтому, поэтому не зря говорят, что в армии круглое носят, а квадратное катают, чтобы жизнь легкой не казалась. Вот, поэтому, дорогие, вот эти законы физики, как в физическом мире действуют, да, в духовной жизни то же самое, чтобы сделать добрый поступок, чтобы сделать добро, чтобы проявить чувство любви, сострадания и помощи, действительно нужны силы, нужно желание, нужно стремление от себя, но и нужны еще силы преодолеть силу греха, которая нас как бы прилепляет к себе, к земле, приковывает, прибивает нас, забитатинирует наши ноги, всячески нагружает нас сверху какими-то камнями, грузами, привязывает наши, связывает руки, ноги, затыкает, закрывает нам глаза, уши, чтобы мы не двигались, чтобы мы закаменели. Свойство греха сделать нас бездыхальными статуэтками. Было такое у вас когда-нибудь, да, что-то знакомое? Вот это вот, вот это вот, вот это вот состояние очень, очень нехорошее. Нужно, нужно, то есть, что-то на душу оказать какое-то живительное действие, потому что это именно от души, от внутреннего нашего двигательного какого-то, да, вот этого силы, которая движет нашим телом, это именно душа, нужно ее оживить, нужно ее реанимировать. Поэтому мы сейчас с вами помолимся в очередной раз и попросим у Господа Бога помощи, потому что Господь есть источник жизни, Господь наш Творец, наш Создатель, Господь наше вдохновение. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя и сокровища благих, и жизни подателю, прийди, веселись вны, и очистены от всяких скверны, и спаси, блажен души, Вот отец Виктор у вас есть. А с вашего храма кто-то еще есть, ходит? Ну, с нашего храма сейчас тоже можно, в принципе. Тут видите, в чем дело. Отец Виктор ходит раз в неделю, он совершает молебен. Но хорошо бы, чтобы один священник приходил с Марины Аркадьевны просто для того, для приемный день. Если мы видим, что этому человеку нужно срочное, например, снятие химической зависимости, сразу нарколог, который является сотрудником действующей наркологической, говорит, да, пожалуйста, вы придите, пожалуйста, послезавтра или завтра, в такого числа, прием, мы вас будем примем на лечение, да, потому что вас нужно срочно положить на интенсивную терапию, ну, грубо говоря, да. Или, например, у него, у него нет химической, в данном случае, зависимости, но он психологически потрясен, да, он хочет вырваться, но не знает как, но он священнику не доверяет, но тут есть так называемый психолог, который есть, он называется православным у нас, вот этот обычный психолог, он говорит, я хотел бы, конечно, чтобы церковь мне помогла, священник включается в работу. Вот, и я, как сколько раз принимал, я скажу, что очень много, прошедшие через вот этот вот первичный прием, получили настоящую помощь. Вот их именно сразу смущает, что, когда приходишь, священник ему говорит, так, надо заповеди, может, того и всего, его это сейчас невозможно заставить. У него одна молитва, Господи, где достать дозу, понимаете? Понятно. Вот, поэтому он, слушая общее мнение психолога, психотерапевта, нарколога, священника, он начинает доверять всем. Вот, и постепенно решается вопрос о том, что все-таки ему лучше всего процесс реабилитации проходить при содействии его молитвы и священника. И он соглашается идти, например, вот как мы направляли в коренную пустыню на Хосдвор, или еще лучше, он больше к ней ушел к матушкам туда. Там отличная ситуация. Матушки, они, знаете, как они встречают, как божий дар каждого, да, и у них все-таки в монастыре украиной чуть-чуть пожестче. Но там уже более подготовленные идут. Реабилитация наркозависимых. По сходу к этому мы не будем ничего спарить, но в данном случае, если Бог нам дает возможность сотрудничать, дай Бог, чтобы у нас сотрудничество получалось. Все совместная работа, совместного сотрудничества, и я возлагаю на это большие надежды, потому что зачастую, вот только обсуждали этот вопрос, медицинская реабилитация, к сожалению, и, ну, прежде всего, наверное, основная проблема, она не совсем востребована на наркозависием. Да. Они и так социально адаптивны. Они понимают о том, что им нужно вернуться в общество, то есть избавиться от этого поражения в правах, вернуться к нормальной жизни, работе и так далее. У них сознание это уже укоренилось, и, по их мнению, они не нуждаются в дополнительной помощи. Те же, которые, наоборот, мы бы их направили, на это выделили, на денег, пусть на первый этап, может быть, мы там как-то обсуждали второй, третий этап, решали бы эти вопросы, соединили бы эти средства, да. Но, к сожалению, вы все эти лица по тем или иным причинам прервали. Все приходы не могут кормить бездомных, правильно? Все приходы не могут заниматься наркозависимыми, но каждый приход постепенно его, как бы, волной выносит, по Божьей воле, да? Какой там? Один приход, вот, например, сейчас возьмите приход Серафима Саровского, который на союзе находится, они очень хорошо развили социальную работу, волонтерскую работу, помощи нуждающимся, вот, то, что делает наш, например, храм, вот, и кормление, например, бездомных. А вот, например, в Сексиатском храме тоже кормят бездомных, но это находится, как бы, в таком местечковом уровне, но она тоже, эта работа нужна, правильно же? и требовать от них, чтобы они открыли у себя столовую, прямо-таки, которая должна уже по закону зарегистрироваться, а санкредитенции невозможно нам сделать это все. Поэтому мы должны принимать всякую работу, и если у вас, конечно же, Бог позволяет вам делать ту или иную работу социальную, то, конечно, ее нужно делать, не отгребаться. Вот, к нам пришел наркозависимый, да? Ведь подчас, священник, любой, в каждом приходе, может столкнуться с таким, когда к нему пришел наркозависимый, как ему помочь. Вот Московская Патриархия с участием, и нашим тоже написал вот эту книжечку, ведь ее тоже же нужно священнику прочитать, и нам сегодня нужно духовенству все-таки развиваться. Среди здоровых у нас тоже разработана методика, и приходить заниматься. У нас есть большой материал в виде лекций, в виде фильмов, в виде разных программ. Отец Павел и отец Александр, они в курсе. Можно еще... Да, 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 я готова вас поддержать. Да, вот смотрите, можно еще, мы с батюшкой пока еще не совсем обсуждали, в каждом храме, где есть лавка книжная, там можно составить список книг и фильмов, которые под отдельным названием, уголок вот этих вот профилактики, алкоголизма, наркомании и революционных центров, тоже эти книги, их очень много, но они разбросаны, я захожу в каждую лавку, я вижу, как профессионал, что вот эта книга здесь есть, я этому радуюсь, но надо, чтобы был отдельный уголок, в котором это было, и человек, который именно его эта проблема интересует, он сразу обратится... Или родители. Или родители, то есть созависимые.